Есть несколько интересных новостей. Во-первых, я вчера купил долларов на 4 миллиона рублей, делал это в инстаграме в прямом эфире, запись сохранил в профиле, ну она потом отсюда пропадет, останется только вот тут. Кто захочет, может там зайти посмотреть, тут еще прошлые эфиры есть, можно глянуть. Вот, ну вообще подписывайтесь, тут контента больше. Сейчас я буду покупать активы, у меня есть таблица, которая помогает мне вести вообще все, у меня здесь учитывается абсолютно все, начиная от моих инвестиций, заканчивая моими целями, трекингом прогресса и так далее, далее, далее. Это вообще большая моя таблица работы с финансами. Вот это мой основной портфель, и я его сегодня буду покупать вот на такое количество денег, мне нужно купить акции, сделаю это в этом видеоролике. Это меньше чем 4 миллиона рублей, поскольку мне нужно держать денежную подушку безопасности, но чуть подробнее об этом позже. Плюс, у меня еще перед тем, как буду покупать, есть отличная новость. Вы знаете, что под каждым моим роликом есть всякие плюшки, бонусы от Тинькофф. То там 1000 рублей ребятам давали за то, что они дебетовую карту оформляют, то ребята открывали брокерский счет Тинькофф инвестиций, получали от 1 до 2 тысяч рублей рублями, не акциями, случайно, может 5 рублей залететь, а может 200. А получали стабильно 1000 или 2000, в зависимости от условий. Так вот, сейчас Тинькофф не работает, почему-то я не могу показать вам эти бонусы, но вы сами их можете увидеть, зайдя по ссылкам в описании. Там есть два актуальных бонуса, во-первых, это 1000 рублей за заказ дебетовой карты, вот, и еще кэшбэк 2000 рублей, если вы потратите 5000 рублей по карте кредитной, если кто-то хочет кредитную карту открыть, ссылка внизу, кэшбэк 40% будет на первые 5000 рублей покупки, ну, изучите, кому-то, может быть, это будет интересно. Я вообще против кредитов, но, в принципе, это интересный инструмент, у меня ипотека взята, вы знаете, но это инвестиционная, конечно, штука. Потребительский кредит это такая не очень хорошая вещь, но кэшбэк 2000 почему бы не получить по ссылке в описании, вот так вот. Что касается моих инвестиций, я должен вложить вот такую сумму в эти акции через Interactive Brokers. На данный момент вы видите, что у меня избыточная ликвидность почти 8 миллионов, это довольно много, вот, мне нужно инвестировать суммарно, там, что-то около 3 миллионов, что я буду сейчас делать. Перед тем, как я начну, обратите внимание, вот сюда, тут отображается доходность, я начал заводить деньги с 9 марта, постепенно, по чуть-чуть я с никого сюда переводил, весь портфель где-то, вот тут вот я его начал закупать, вот здесь вот у меня он, получается, уже был полностью переведен, ну, практически полностью. За это время, обратите внимание, у меня образовался убыток, вот эта красная линия, это доходность моя, она была отрицательной, почему? Потому что я покупал доллар, ну, вернее, я доллар сюда перевел, ничего еще не покупала, доллар к рублю падал, вот тут образовалась отрицательная доходность. В то время S&P 500 с момента моего пополнения уже скакнул там плюс 4%, то есть у меня была разница по факту в 5% с лишним, учитывая, что у меня был убыток, S&P плюс 4% показывал. Ну, вот я тут где-то портфель купил, и с тех пор, во-первых, я восстановил свои минусы, а во-вторых, пошел в плюс и догнал по доходности S&P 500, учитывая, что у нас была разница в 5% вот здесь вот в момент до того, как я перенес портфель. Это говорит о чем? Это говорит о том, что обгонять S&P 500, в принципе, не очень трудно, если следовать грамотной стратегии, мани, риск менеджмента и грамотный портфель себе собрать. Вот, ну, сейчас S&P 500 только за вчера есть данные, я вчера там его еще не обогнал, но по факту вот с этого периода, по текущей, я его уже обгоняю, потому что если бы я был на уровне доходности по S&P 500, у меня была бы, ну, разница в 5% отрицательна, как было здесь, когда я портфель только закупил. Вот, обратите внимание, что на 5% я его по факту уже обогнал, но поскольку вот здесь у меня была отрицательная доходность, у него положительная, я только-только по общей доходности портфеля его догоняю. На самом деле у меня не было тут отрицательной доходности, это просто пока счет с одного брокера на другого переносил, тут не было данных о том, что мой основной портфель подрастал, это было на Тинькове, происходило на Тинькове. Ну что ж, мы заходим куда? Мы заходим в тикет-ордера и начинаем покупать активы. Перед этим вот интересная, важная новость, Байден там 2 триллиона долларов подписал, ну, подпишет, вернее, указ, или как это назвать, свой план поддержки экономики. Он планирует повышать корпоративную прибыль, налог на корпоративную прибыль и раздавать деньги на улучшение экономики. Тут вот можно почитать, на что он потратит часть денег, рекомендую ознакомиться, кому это интересно. По факту это что происходит? Это выход из рецессии, применяется план не только по стимулированию экономики в рамках 0% ФРС, еще кто богатенький, у того деньги забирают, раздают тем, у кого денег нет. Ну, тоже вот такой вот один из выходов из рецессии, один из вариантов выхода из рецессии, его сейчас применяют. Ну, интересно, что ФРС уже подчеркивает, что экономика восстанавливается темпами быстрее, чем прогнозировалось еще, тут деньги печатаются. Не знаю, что это будет с рынками, но сам факт того, что там налоги на богатство, условное богатство, повышается. Не очень хорошо то, что они отдаются тем, кто мало... Не хочу, не хочу никого оскорбить, да? Не то, что мало. В общем, вы меня поняли, да, что я хочу сказать. Тем, кто не влияет так, как влияют корпорации крупные на общее благосостояние, ну, тот, кто по факту не делает такого прогресса, как крупная корпорация, тот получает деньги, ну, по факту просто так, сверху того, что должен получать. Ну, это не очень хорошо, конечно, но тем не менее, экономику надо поддерживать, восстанавливать, да? Кому-то же надо потреблять продукты. Главное, чтобы они не на фондовый рынок шли и пузыри не создавали. Окей, для начала мне нужно продать одну акцию Apple. Я ее покупал для того, чтобы тестировать, показывать ребятам, как работает покупка-продажа на Interactive Brokers. Я купил одну акцию Apple. Нужно ее сейчас будет скинуть и начнем покупать активы, которые мне нужны. Вот так вот это происходит. Тикер вводим, заходим на акцию Apple, нажимаем на отправить ордер. Вот сейчас немножко виснет, у меня интернета нет. И ордер отправляется. Ну, или исполняется, вообще она должен моментально исполниться в момент открытия фондового рынка, но он открывается через 7 минут у нас. Через 7 минут посмотрим на то, как исполнится эта сделка, а пока вот эти 7 минут, уже 6, кстати, выставляем ордера. Акцию Apple продали, погнали покупать то, что нужно покупать. Начнем с низу, с Microsoft. Его нужно купить вот на такую сумму. Ну, естественно, я до копейки вплоть в него вложить не могу. Нужно ориентироваться, отталкиваться от стоимости акции. Находим акции Microsoft, нажимаем сюда, купить ордер. Мне нужно купить 37 акций. Берем по рыночному ордеру, по рыночным ценам, отправляем покупку и отправляем остальные. По Facebook мне необходимо докупить 9 акций. Нажимаем купить. Акции 9 берем по рынку. Нажимаем купить. Заявка отправлена. Отлично, рынок открывается у нас через 3 минуты. Нужно взять одну акцию Google. Она стоит невероятно дорого, 2000 долларов за одну акцию. Вводим 1. Правда, должно быть 100. Она не загрузилась у меня почему-то. Ладно, давайте 1 по рынку. Отлично. А вот теперь загрузилась. 1. Сюда вписываем. Берем по рынку. Нажимаем купить. Заявка отправляется. 2000 долларов. Это сейчас по текущему курсу уже почти 150 тысяч рублей. Или нет, это как раз 150 тысяч рублей. Дорого. Далее мне необходимо 80 акций Момо. Загрузилась сразу. Моментально. Отлично. По рынку берем. Отправляем. Едем дальше. 80 акций Момо, кстати, дешевле, чем 1 акция Google стоит. Необходимо 10 акций компании Alibaba. Alibaba по рынку. Отправляем ордер. Замечательно. Идем дальше. Ордер отправлен. Компания с тикером E-PAM. Нужно купить 3 акции. Далее компания с тикером A-Net. Тоже покупаем 3 акции. Нажимаем 3. Нажимаем по рынку. Нажимаем отправить купить ордер. Рынок откроется через минуту. А вот ордер исполнен. Рынок уже открылся. Замечательно. Сейчас посмотрим на исполнение других ордеров, которые я поставил только что. Компания с тикером FTNT необходимо взять 6 акций. Это, кстати, одна из самых доходных компаний в моем портфеле. Точно ли 6 акций? Давайте перепроверим. 6 акций по рынку. 1100 долларов. Да, все правильно. Отправляем ордер. Исполнен. Супер. Мне в комментариях все пишут, что нужно говорить не Adobe, а Adobe. Покупаем, значит, акции Adobe. По-моему, 2 штуки надо взять. Давайте проверим. Adobe. 2 штучки. Замечательно. Возвращаемся. Берем по рынку. Отлично, она еще не прогружается. По рынку 2 акции стоят 1000 долларов. Нажимаем на покупку. Обратите внимание, что вот у меня там не реализована прибыль. Вот у меня нереализована прибыль. У меня, кстати, подросла. Можно заметить, насколько сильно, пока я снимал это видео, пока открылся рынок. Но вот у меня остается в кэше такая доля пока что. Вот информация по моим ордерам. Замечательно все исполнено. Берем 11 акций компании Intel. Берем также по рынку. 11 штук. 712 долларов. Нажимаем на покупку. Отправлено. Исполнено. Супер. C-R-O-W. 14 акций этой компании. Я делаю еще раз акцент на том, что в начале видео был дисклеймер. Повторюсь. Не нужно покупать эти компании. Не нужно покупать эти акции. По этим ценам, по другим ценам. Их не нужно вывлять свой watch list после просмотра этого видео. Ничего с ними делать не нужно. Это мой портфель с моей стратегией управления риском, анименеджментом, пополнения. И с моей общей целью у вас все будет индивидуально, естественно. Дальше. Ice. Нужно 16 акций мне купить. Хотя нужно еще перепроверить сколько. Ice на бирже Nice. Проверяем. 16 с половиной. Можно взять 17 акций по рынку. Берем все по рыночным ценам. Мне, в принципе, не важно там плюс-минус до центов. Оно все ликвидное. И суммы у меня не такие большие, чтобы влиять как-то на котировки. Это тем более даже не российский рынок. Это американский. Максимально ликвидный. Нажимаем кнопочку отправить ордер на 2000 долларов. Берем эту акцию. 6 акций PGR. На бирже Nice все берем. Берем 6 штук. Берем по рынку. Нажимаем на отправить ордер. И последняя покупка. Необходимо взять 2 акции BlackRock. BLK. Также на бирже Nice все это берем. Что на Найзе не торгуется берем на NASDAQ. Количество 2. Берем по рынку. Нажимаем купить. И все. Портфель у меня набран. Причем обратите внимание, пока я набрал портфель, у меня нереализованная прибыль и убыток, нереализованная доходность 800 тысяч рублей перевалило. Я не зафиксировал, сколько было до старта этого видео, до старта покупок. По-моему, что-то около 600-650 тысяч. Такие вот прикольно. Волатильность на достаточно хорошем, заметном уровне здесь находится. Поэтому, у кого нет грамотного понимания, как относиться к прибылим, к убыткам, правда, оно, кстати, красным цветом, как будто это убыток. У меня 800 тысяч рублей. Сейчас зайдем в портфель, посмотрим. Должна быть прибыль, по крайней мере. Вот это может влиять на нервы достаточно сильно. Когда плюс миллион, минус миллион туда-сюда ходят. Это достаточно сильно и серьезно. Оно может сбивать концентрацию на долгосрочных инвестициях. А еще, не дай бог, вы будете совершать какие-то необдуманные, ненужные сделки. За сегодня нереализованная прибыль, убыток, плюс 300 тысяч. Ну, суммарно, как я портфель закупил, написано 800. Интересно. Теперь давайте зайдем на главную страницу, посмотрим на доходность. Она, видимо, меняется. Она, видимо, меняется раз в сутки. Тут, по-моему, ничего не поменялось как раз-таки. Окей, сейчас цифра кэша, который остался на подушке безопасности, биржевой, так называемой. Чуть меньше 6 миллионов. Акции закуплены. Что ж, хочу напомнить на этом фоне про свои социальные сети и другие. Это вот Инстаграм, который я уже рассказывал, сегодня показывал. И это еще Телеграм-аккаунт. Он выглядит следующим образом. Тут контент я больше публикую. Особенно вот что, если вам интересно, что касается моей работы трейдинга, смотрите вот этот пост. Вы его не потеряете. Даже если что-то после него сейчас напишу, он будет вот тут в закрепленных сообщениях. Вот сюда нажимаете на закрепленные сообщения. Вот он. Это очень важная информация. Почитайте эти посты. Их там 4 штуки. Вот они выше здесь написаны. Ну, по факту, это один пост. Просто он такой большой, что на 4 публикации растянулся. Вот потыкайте вот сюда вот. Читайте. Это важная достаточная информация. 22 тысяч человек у нас уже. Им это полезно, интересно. Я думаю, что вам тоже будет полезно, интересно. Ну, и обратите внимание, что там у нас половина где-то людей без уведомлений. Включите уведомления, иначе вы просто там потеряете эту информацию. Если она вам не нужна, просто отписывайтесь. Если нужна, то не забывайте уведомления включать. Я хочу аудиторию активно собрать, с которой я буду работать конкретно, плотно. И поэтому подписывайтесь и уведомления держите. Ну, или не подписывайтесь, если будет неинтересно. Хотя эта информация, я думаю, что она будет полезная. Ну, вот в Инстаграме контента больше. Ссылки под видео. Ну, и напоминаю, там 1000 рублей подарок за дебетовую карту, 2000 подарок за кредитную. Ссылки внизу. Не обязательно пользоваться ими. Хотя это, конечно, подразумевается. Вот подарочки, подарочки в описании от банка Тиньков. Вот так вот. Всем спасибо, всем удачи. Буду инвестировать, показывать на этом канале прибыль, убыток, результаты. Вам это интересно, полезно. Я этот контент публикую. Удачи.